всем добрый вечер здравствуйте я вас приветствую снова на своем канале юлии ивановой и сегодня мы с вами займемся пересадкой колонхоя ровно восемь месяцев назад я вам показывала этот цветок какой он был совсем маленький выглядел он вот так за это время смотрите как он вырос он какой красавец вот та малюсенькая веточка которая была два листика вот это вот самая большая самая мощная теперь ветка вот это ну и так приступим я не знаю может быть сделаем просто перевалку сейчас вытащу и посмотрим что с ним делать и да на первом плане моя красавица можете посмотреть кто впервые зашел на мой канал есть видео про эту красотку заходите смотрите ну приступим я приготовила горшочек вот такой горшочек не новый вторичный уже я всегда промываю чтобы избежать лишних каких-то паразитов чего-то там сразу насыплю немного дренаж там крупные дырочки вот чтобы их закрыть чтобы сразу вода не пробегала поддон успевала чтобы все впитываться немного совсем дренажа чтобы только закрыть вот эти вот основные дырочки этого будет достаточно свободненько прям вытащился сюда высыплю горшочек немного побольше получился слишком большой не нужен разберу ком земляной они там по отдельности должны быть два так что посмотрим видите сейчас я уберу землю и посмотрим так вот этот отделился вот он корни все хорошего вот за восемь месяцев вот такая корневая система у него а этот получается один целый с разветвлением до основания тут разберу лишние вот это вот корни я прям чтобы поглубже можно было посадить вот этот корешок я прям уберу ничего страшного ничем я не буду присыпать что-то делать это колонхой это живое дерево ему не страшны такие манипуляции можно его даже разделить и посадить по отдельности я наверно так и сделаю просто вот так возьму и разорву все смотрите корешки на этой части и на этой части предостаточно прям корней и там это нижние вот эти желтые я уберу листочки он наверно уже к осени готовится так отжелтил вот здесь внутри тоже смотрю желтый есть тоже уберем его это все нам не надо можно даже знаете что сделаем вот тут корней достаточно тоже возьмем вот так и обрежем вот этот я бы тоже прям что сделаем с этим вот здесь смотрите здесь корни я сейчас прямо обрежу и посадим поглубже его и вот эту часть тоже посадим отдельно корень вот так раскромсаем нижние уберу листики кто-то может скажет беспощадно кромсает ничего страшного вот получилось эти корни есть второй черенок вот этот мы посадим землю тоже отдельно этот мне жалко кромсать он такой уж пышный хороший посадим так и так на низ немножечко земли горшок потому что больше земли добавлю я не знаю я никогда не заморачиваюсь не трясусь над ними у меня принцип такой при живется значит при живется но вообще надо просто знать какие цветы можно беспощадно кромсать а какие нет если вы это знаете тогда можно не бояться вот это тоже отдельно посадим корневушечку так на низ земли сейчас посмотрим как чтоб у нас красиво получилось вот этот вот прям углубить охота мне подальше этот который вот у нас корешков мало совсем как-то мне его прикопнуть уже немного чтобы он стоял просто укрепить его и вокруг него уже расположим все остальное так вот этот корешок сюда поставим тоже прям можно его погружить да его можно прямо на самое самое дно чтобы он даже не торчал или чуть-чуть вот так вот этот корешок куда-то надо надевать так сейчас я потихоньку так буду засыпать так сейчас засыпем все главное знать основные принципы посадки и тогда все будет прекрасно получаться а тем более это же ведь живое дерево его вот ну хоть как садить оно должно выжить такой шикарный куст получится загляденье просто все равно весной потом он по вытянется не соголится немножечко но если даже он оголится видите как глубоко посадила их то будет все прекрасно смотреться так все сейчас подсыплю остальное ну вот и все наш цветочек пересажен посмотрите какой красавец получился кустик такой окладистый шикарный получается на 4 части я разделила большая частичка поменьше вот третья часть два вот этих и маленький пенек с корнем длинным это я обрезала макушку вот у этих то есть низ вот он получается макушка вот она вот такая пересадка но такой вариант я выбрала потому что у меня нижняя часть оголилась ствол голый был а верхушка пышная все верхушки были пышные и листья на верхушках не мелкие нормальные потому что я вовремя удалила цветонос за эти восемь месяцев он у меня отцвел два раза получается я когда цветы только отцветали еще на макушке даже были маленькие цветочки я не стала дожидаться пока они совсем уже совсем отцветут чтобы сильно не вытягивался вверх не мельчали листья я удалила эти цветоносы по первые настоящие листочки цветка то есть цветонос сам стебелек и там два или четыре листочка еще было мелких таких длинненьких их тоже удалять надо если удалите вовремя то будет вот такая вот макушечка пышная снизу если вот так как у меня получилось просто можно или ниже посадить поглубже или срезать корневую даже совсем без корней если будет у вас колонхое он моментально дает корни и приживляется нормально так что не бойтесь можно садить без корней прям так в землю этот вот я посадила вот этот получается посадила там корень или какой ну видели что садили там корешки были если бы даже их не было я бы точно так же посадила второй вариант еще можно было посадить у кого не как у меня внизу вот листочки отпали а вверху когда вытянулись и совсем такие некрасивые старые цветоносы торчат или допустим цветонос срезали но листья успели обмельчать и вытянуться всю вытянутую часть срезаете можно срезать прям вот прям вот так внизу столбик оставить небольшой и все срезать все вот это вот некрасивый верх снизу пойдут молодые побеги все обрастет шикарно красиво так что не бойтесь его кромсать вот есть несколько вариантов пересадки можно просто перевалку сделать чуть глубже посадить и оставить в таком виде если у вас крона вся хорошая второй вариант как я сделала можно срезать низ и посадить поглубже отдельно посадить вот пенечки допустим или еще вариант обрезать макушки или даже обрезать полностью весь ствол верхушки можно посадить в отдельный горшочек у вас будет уже два комплекта цветка этого и макушки без корней посадите все приживется и вторая часть оставшиеся в горшке пеньки тоже весной обрастут у вас прекрасно ну наверное на этом все на сегодня думаю достаточно еще раз покажу вам какой шикарный куст получился смотрите он прям весь глубоко глубоко посажен вот такой красивый куст посмотрим что будет с ним происходить дальше всем до новых встреч надолго прощаться не будем всем приятного просмотра кто еще не подписан на мой канал подписывайтесь с удовольствием всех жду еще будут интересные видео конечно я всех очень рада видеть до скорых встреч до новых 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 встреч